Маг громко хлопнул в ладоши и крикнул «Встань, Шукеле! Возвратись из ада! Встань с окровавленной земли и открой дверь своим господам! Встань, говорю я!» Чудовищный стон пронесся по коридору. Волосы встали дыбом на голове Конана и холодные капли пота защекотали его лоб. Евнух вздрогнул и неуклюже повернулся, волоча непослушные руки. Беспощадный смех Пелиеса, острый, как обсидиановый кинжал, вторил движением мертвого тела, цеплявшегося за прутья решетки. Страх овладел Конаном. Колени его подгибались. Широко открытые глаза трупа были пустыми и невидящими. Внутренности вываливались из живота и путались в ногах Шукеле, когда он, подобно огромной кукле, нажал на рычаг засова. Вначале Конану казалось, что Евнух каким-то чудом жив, но теперь сомнений не было. Шукеле был мертв. Мертв уже много часов. Пелиес вышел через открывшийся проход, а обливавшийся липким потом Конан поспешил за ним, опасаясь коснуться отвратительной шатающейся фигуры, уцепившейся за решетку. Маг не оглядывался, и Конан брел по его следам сотрясаемые приступами рвоты. Через полдюжины шагов он услышал глухой стук и обернулся. Останки Евнуха неподвижно валялись у выхода. Он выполнил сказанное, и ад требует его обратно. Небережно бросил удовлетворенный Пелиес, вежливо не замечая дрожи могучих плеч кемерийца. И они направились вверх по длинной лестнице, через бронзовые двери, украшенные человеческим черепом. Конан крепче ржал рукоять меча, ожидая нападения невольников, но в залах царила тишина. Коридор, следующий, заполненный благовонным дымом. Тишина. Нигде никого. Невольники и стража располагаются в другом крыле цитадели. Равнодушно заметил Пелиас. Господин их далеко, и рабы лежат без сознания, опоенные вином или соком лотоса. Конан выглянул в стрельчатое окно, с оправленным серебро-стеклом, и выругался от удивления при виде звездного неба. Его швырнули в подземелье при восходе солнца, а сейчас уже было далеко за полночь. В голове кемерийца не укладывался факт, что он так долго пробыл в заточении, и лишь сейчас он ощутил голод и жажду, вцепившиеся во внутренности. Пелиас ввел его в комнату с золотистым сводом и посеребренным полом. Стены из ляпи с лазури резко контрастировались с черным гранитом изящных колонн. Со вздохом облегчения мак вытянулся на ложе, покрытым дорогой тканью. Наконец-то золотой шелк. Цотха прикидывался, будто он выше земных наслаждений. Но он наполовину дьявол. А я, невзирая на чародейское искусство, человек. Люблю, знаешь ли, удобства и веселые пирушки. На них и поймал меня подлый жрец. Поймал совершенно беспомощного после доброй выпивки. Вино проклятие. Но клянусь грудью Иштар, даже когда я сейчас вспоминаю о нем, то немедленно чувствую присутствие этого напитка. Прошу тебя, дружище, наполни мой кубок. Впрочем, что это я? Ты, монарх, позволь мне услужить тебе. К чертям. Хрипло сказал Конан, наполняя хрустальный кубок и передавая его Пелиосу. Сам же варвар ухватил пузатый кувшин и сделал глоток прямо из горлышка, вздыхая от удовлетворения. Пес Цотха знает толк в вине. Конан отер губы ладонью. Но во имя Крома, Пелиос, неужели мы будем ждать здесь, пока проснувшиеся кнехты перережут наши глотки? Не беспокойся, приятель. Спокойно ответил Пелиос. Лучше ответь. Не хочешь ли ты посмотреть, как идут дела у Старабона? Глаза Конана метнули голубые искры, и суставы пальцев побелели на рукояти меча. Попадись мне, этот ублюдок, на длину клинка. Пелиос поднялся бенового столика блестящий хрустальный шар. Это хрустальц от Холландии. Детская забава. Но полезная, когда не хватает времени на более серьезное искусство. Поглядим, Ваше Величество. Маг опустил шар на столик. Король посмотрел на матовую поверхность, и внезапно внутреннее пространство просветлело, расширилось, и изображение приобрело яркость и четкость. Конан узнал знакомый пейзаж. Равнина плавно опускалась к широкой реке, за которым выселась горная гряда. На северном берегу реки стоял город, окруженный стенами и рвом, обоими концами упиравшимися в реку. Во имя Крома. Это же Шамар. Псы Старабона осаждают его. Захватчики перешли реку. Шатры их стояли на узкой полосе ровного пространства между взгорьем и городом. Воины толпились под стенами. Оружие их блестело в слабом лунном свете. Со стены башен летел градстрелы камней. Нападающие дрогнули, откатились и вновь возобновили штурм. Конан открыл было рот, чтобы выругаться. Но в шаре уже возникло иное изображение. В тумане появились стрельчатые крыши дворцов и сверкающие купола храмов. Король видел Тарантию, свою столицу. Город был охвачен растерянностью и паникой. Он видел рыцарь из Пуатена. Преданнейших соратников, облеченных доверием и поставленных на охрану города. Они выезжали из ворот под рычание свисторозереной толпы. Король видел скопища мародеров, чужие панцири воинов с пилийскими инсигниями. И те же знаки красовались на башнях и площадях. А над всем происходящим стояла смуглая, искривленная победной гримасой лицо принца Арпела Пилийского. Изображение потемнело и исчезло. Проклятие! Бесновался Конан. Стоило потерпеть одну неудачу, как весь мой народ отвернулся от меня. Это не так, прервал его Пелиас. Твоим подданным объявили о смерти их короля. И они решили, что никто не защитит их теперь от внешнего врага и гражданской войны. Вполне естественно в таком случае признать власть сильнейшего вельможи в избежание ужасов борьбы за трон. Пометуя былое, они не верят пуатенцам, а под рукой оказался Арпела, могущественный принц центральных провинций. Когда я вернусь в Аквелонио, его обезглавленный труп сгниет на помойке у башни предателей. Увы, Страбан достигнет столицы ранее тебя. Хладнокровно прервал его Пелиас. А армия ковцев разграбит твое королевство. Ты прав. Конан с бешеным тигром заметался по комнате. Даже на лучшем коне я не достигну Шамара к полудню. Но даже и успев, я смогу лишь погибнуть при падении города. А ведь он падет. Падет через несколько дней. От Шамара до Тарантии. Пять дней пути на сменных лошадях. Все никак не мог успокоиться Конан. Если загонять их насмерть. Пока я доскочу до столицы и соберу армию, Страбан уже постучится в ворота. А собрать армию трудно. Даю голову на отсечение. Что трусливая знать при вести о моей смерти шмыгнула в свои горы. Если уж народ выгнал Тарцера Пуатенца, Никто не в состоянии воспрепятствовать Арпелла завладеть короной и казной. В обмен на марионеточный трон, Арпелла согласится стать вассалом Страбона, Но в нужный момент поднимет мятеж. Бароны его не поддержат, И это будет легальным поводом для ковцев захватить твое королевство. «Окромы, мир и сет! Если бы у меня были крылья, чтобы долететь до Тарантии!» Сидящий за столом маг выстукивал на яшмовой поверхности некий причудливый ритм, И, казалось, не слышал слов Конана, погруженной в свои мысли. Вдруг яшмовый барабан умолк, И маг вскочил, ведомый внезапным импульсом, И жестом приказал Конану следовать за ним. В полном молчании взошли они по мраморной лестнице На верхнюю площадку самой высокой башни Цитадели. Стояла ночь. Сильный ветер развивал черные волосы Конана. Далеко внизу мерцали огни Кархимиша, Более чужие, чем звезды над головами. Пелиас выглядел одержимым. Внезапно он заговорил странным, изменившимся голосом. Есть существа, живущие не только на земле, в воде и в воздухе, Но и в небесах, неизвестные людям, Рассеянные на неизмеримых пространствах. Но для владеющего знаками и словами, Лежащими в основе, Они доступны и не опасны. Смотри и не пугайся. С этими словами он воздел руки к небу И издал протяжный крик, Распространившийся в пространстве, Вибрирующий и незатихавший. Он несся все дальше, Казалось, достигая миров, Неизвестных смертным. В наступившей тишине Конан услышал шум крыльев, Доносившийся со стороны звезд, И вздрогнул, когда из мрака возникла черная, Похожая на нетопыря создание, И села его плеча на зубец стены. Оправившись от потрясения, Конан присмотрелся И увидел большие, нежные глаза, Мерцавшие в звездном свете, Могучие крылья с размахом не менее сорока футов. Также увидел он, Что существо это не было ни птицы, Ни летучей мышью. Пелиас прервал молчание. Садись и лети. Будешь в Тарантии перед рассветом. Клянусь кровом, а ты? Не могу же я бросить тебя одного среди врагов. Не беспокойся обо мне, Усмехнулся маг. Нынешним утром, Людка Архимиша узнает, Что имеет нового господина. Прими с покорностью, Посылаемая богами. Вскоре я увижу тебя на равнине под Шамаром. Лети, король. Конан осторожно взобрался на роговевшую спину, И ухватился за изогнутую шею летающего незнакомца. Происходящее казалось неимоверным сном, И король с трудом сдерживал желание проснуться. Раздался шелест огромных крыльев, И существо взмыло в воздух. Король глянул вниз, И ощутил головокружение. Далеко-далеко внизу Блестели маленькие искорки, Огни королевской столицы Кархимиша. Они удалялись, И наконец исчезли совсем. Только звездное небо над головой Напоминало Конану о том, Что он мчится к Тарантии Быстрее самого породистого скакуна. Субтитры сделал DimaTorzok